Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» взыскал с реставратора Анатолия Туманова 60 тысяч рублей для возмещения расходов на оплату услуг юриста. Заявление о взыскании средств частично удовлетворил Гагаринский суд Севастополя 5 июля. Изначально фонд оценил работу стороннего представителя в 200 тысяч рублей. Сумму рассчитывали, исходя из минимальных ставок вознаграждений за отдельные виды юридической помощи, установленные адвокатской палатой Севастополя. Так, минимальная стоимость составила 174 тысячи рублей. Представитель фонда «Моя история» объяснил, почему конечная сумма судебных расходов оказалась выше. В связи с особенностями правового регулирования в сфере в области сохранения объектов культурного наследия и в связи с тем, что все-таки приобрело это дело общественный резонанс, сложность была некая в совершении отдельных профессиональных действий. Считаем необходимым, мы увеличили данную минимальную сумму на 15%. Соответственно, расходы, понесенные фондом при рассмотрении данного дела, составляют 200 тысяч рублей уже. Напомним, в апреле прошедшего года севастопольский реставратор Анатолий Туманов подал иск к музею-заповеднику Херсонес-Таврический и Фонду поддержки гуманитарных наук «Моя история». Реставратор требовал демонтировать конструкцию, построенную в 2018 году возле бывшей башни Зенона, крупнейшей в Херсонесе. Анатолий Туманов считает, что руководство музея нарушило закон тем, что для строительства этого временного сооружения на месте древней дороги был оборудован фундамент. Но 17 мая 2021 года Гагаринский суд Севастополя не удовлетворил иск Анатолия Туманова. В соответствии с Гражданским кодексом России, проигравшая сторона должна возместить расходы на оплату услуг юриста, которого нанимала выигравшая сторона. Однако представитель Анатолия Туманова Николай Скребец считает, что такое заявление организации не соответствует требованиям закона. Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» создан и обязан действовать только в пределах норм, определенных законодательством о благотворительной деятельности, в особенности федерального закона номер 275 о порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций. Целевые расходы на юридические услуги в этом законе действительно это есть одна ссылка, опять же, в статье 3, пункт 1, но исключительно в случае оказания гражданам бесплатной юридической помощи. Больше в этом специальном законе упоминаний о судебных расходах нет. Таким образом, исходя из требованиям закона, представительство в суде должен был осуществлять штатный юрист моей истории. Анатолий Туманов – реставратор первой категории памятников каменного зодчества. Пять лет назад он отказался работать в музей-заповеднике Херсонес-Таврический и стал бороться против сомнительного благоустройства этого античного полиса. Несмотря на проигранный суд, активист намерен и дальше выступать за сохранение первозданного вида херсонеса. Когда появился в Херсонесе этот самый фонд «Моя история» и что он начал там творить, я против этого стал бороться. Ну и уволился специально, чтобы говорить об этом напрямую. Все, кому херсонес дорог, так сказать, все, кто знают, что то, что там творится, это ненормально, обещают помочь, я честно говоря, поэтому и вперед с шашкой. Они ошибаются, если думаю, что напугали.